Прикольно, что и то, и то полоски. Ложбинка на груди — это полоска, только вертикальная, а губы — это полоска, только горизонтальная. То есть это крест, глубоко христианский символ. Нет, и крест — это... Привет, меня зовут Женя. Я живу в Киеве, преподаю в ВУЗе, работаю в галерее и люблю задавать себе вопросы. Этот подкаст — мой способ поговорить с единомышленниками на разные темы, которые объединяют общий вопрос. Каково это — быть украинцем или украинкой? Какие наши достоинства и недостатки, и что с этим делать? Вам тоже интересно? Станы вже! Снова записываем наш подкаст в парке Феофания. Ещё раз хочу его разрекламировать. Это очень симпатичное место. И здесь относительно немного людей, я смотрю. В любом случае сейчас, во время праздников, со мной снова мой друг Егор. Привет! Привет, Егор! И сегодня я хотелось бы поговорить на такую тему, отвлечённую, но достаточно серьёзную, на мой взгляд. Это красота. Поговорить о прекрасном. Разговоры о прекрасном — это то, чего всегда не хватает, мне кажется. Люди любят больше говорить о чём-то неприятном. Это притягивает внимание. А красота, она либо воспринимается как что-то само собой разумеющееся, либо, не знаю, вообще не обращает на себя внимания. Вот, и, как бы, в частности, мне кажется, речь пойдёт о стандартах красоты. И вообще, есть ли эти стандарты сегодня, есть ли они в Украине, есть ли понятие украинской красавицы, настоящей красивой украинской девушки, женщины или мужчины. Почему только о женщинах мы говорим? Да, Егор, что ты на меня так смотришь? Ну, мы говорим о красоте вообще или о красоте человеческой? Я думаю, о человеческой. В Украине. То есть, как мы себе представляем красивого человека, мужчину или женщину в Украине? Да. И есть ли какие-то проблемы, противоречия, связанные с этим? Меняются ли как-то сегодня, трансформируются ли стандарты красоты? Вообще, может быть, они разрушаются? Нет никаких стандартов, норм? Поэтому, может быть, понятие красивого человека, оно расширяется, как и человек. Не знаю. В общем, стоит об этом поговорить. Мне кажется, это интересная тема. Давай, давай. Просто, как мы вообще пришли к этой теме, мы начали говорить о девушках, которые вкалывают гиалуроновую кислоту, или как она еще называется. В общем, изменяют свой внешний вид, свои черты лица, для того, чтобы выглядеть красивее, наверное, как всем кажется, вот как им кажется, как кажется людям вокруг, не знаю, каким-то мужчинам, внимание которых эти девушки хотят привлечь. Вот эти трансформации внешности, они, например, у меня вызывают, я говорила об этом Егору, у меня они вызывают достаточно чувство противоречивое. То есть, мне сложно оценить такое лицо измененное, но, как правило, это стандартные изменения, это увеличение губ, возможно, пластика носа, для того, чтобы нос стал маленьким, таким миниатюрным. И подтягивание лица, может быть, трансформация овала лица, конечно же, избавление от морщин, каких-то складочек на лице и омоложение. Культ молодости, культ такого образа Анжелины Джоли с большими пухлыми чувственными губами и миниатюрным носом. И сейчас еще обильные, большие брови, не знаю, какие-то основные. Хотела сказать обильные. Обильные брови, обильное брови-испускание. Ужасно звучит. И когда я вижу вот такое лицо, во-первых, очень часто видно, что оно изменено искусственно. Хороший вопрос, как? Как это видно? Это видно, я не знаю, сложно сказать. Потому что это лицо, оно очень стандартно смотрится. Оно не выглядит индивидуально, и поэтому я и чувствую противоречие какое-то, потому что я вижу вроде как привлекательную девушку, потому что она, ее нельзя назвать некрасивой. Она, безусловно, становится привлекательной. То есть эти большие губы, это, как правило, ну почти всегда красиво. Но это выглядит искусственно, потому что это очень стандартно. А вот тебе кажется, что ты это лицо видел и продолжаешь видеть очень много где. Ну ничего, и нормально. Такая классическая аристотельская концепция искусства. То есть художник устраняет ненужное. То есть были губы не очень хорошие, неправильные, неудачные, случайные. А пластический хирург, например, да, то есть телекосметолог делает из этих губ то, чем они должны были быть. То есть он находит их идеальную форму. А форма, она как бы общая. То есть она универсальна, да. То есть поэтому губы, которые стремятся к идеалу красоты, они должны быть похожи между собой. Ну так все как бы вроде хорошо, да, но почему-то это переживается. Ты не знаешь, ты говоришь, что это безусловно красиво, а мне кажется, что это ужасно. Прямо иногда меня пугает это. Это какие-то монстры. Монстры? Да, монстры ходят, идут мне навстречу. Кстати, эти девушки, ну я их буду обобщать, наверное, это некрасиво, но мы раз мы говорим о красоте, к черту красивость. Да, Платон вообще о лошадях говорил, да, рядышком с девушками, и ничего. И о горшках. И о горшках, да. Горшки тоже могут быть прекрасными, возможно. Как и лошади. Но скорее всего нет. А лучше всего горшки, на которых нарисованы женщины на лошадях. Идеально. Я хотела сказать, что лица девушек, которые вот пытаются, почему я их обобщаю, потому что они все пытаются подогнать под одну, стандартизировать свою красоту. Я хочу быть такой, как сейчас принято быть. Как сейчас быть, не знаю, выгодно, как сейчас быть легче всего и сложнее всего одновременно. Вот, то есть это ставка на красоту, которая точно не проиграет. Вот если я себе сделаю эти губы, этот нос и так вот нарисую себе брови, то точно большинство людей скажут, что я красивая. И, соответственно, я себя уже точно буду считать красивой, потому что, в конце концов, все приходят к тому, что смотрят на себя, начинают и заканчивают тем, что смотрят на себя в зеркало и остаются довольными тем, что они там видят или нет. Ты знаешь, мне кажется, прежде чем вообще начинать говорить на эту тему, мы должны попытаться сделать различие, ввести различие между красотой, красотой, которую мы преследуем, и выбирать человека, в котором мы как бы видим все человечество, то есть в котором мы хотим жить, и сексуальной красотой. Мне кажется, что это вообще очень разные вещи, что девушка красивая, девушка эротичная, то есть девушка, с которой хочется жить, это могут быть принципиально разные люди. То есть для тебя красота — это духовная красота, ты понимаешь? Для меня красота разная, вот я об этом и хотел сказать, что мы не можем говорить о красоте вообще, то есть красивая девушка для секса — это одна девушка, красивая девушка для совместной жизни — это другая девушка. То есть это может быть один человек, конечно. Да, это, кстати, очень интересная вещь, потому что иногда, мне кажется, люди сталкиваются с огромными проблемами, которые возникают как раз в следствии того, что как бы сталкиваются разные представления о красоте, которые, безусловно, значимы в зависимости от этих практик, то есть от тех отношений, в которые вступают люди друг с другом. Даже в качестве анекдота определенные проблемы существуют в мире. Какого анекдота? Ну, знаешь, эти классические, достаточно пошлые анекдоты насчет того, что там современная хорошая жена должна выглядеть как проститутка и быть духовно как, я не знаю, там, служитель церкви, что-то в этом роде. То есть это, конечно, глупость, но не беспредметное. Это же что-то как раз из психоанализа, то, что есть образ женщины-матери, есть образ женщины-проститутки, и они должны либо чередоваться, либо вообще как-то сочетаться. Ну, я не хочу говорить таким образом об этом, да. То есть я хотел сказать немного о другом. Я хотел сказать о том, что, скажем так, то, что мы называем красотой, а мне кажется, мы называем, используя слово красота, мы называем очень разные вещи. То есть есть красота, которая имеет отношение к желанию сексуальному, есть красота, которая имеет отношение к возможности, как это правильно сказать, есть красота, которая связана с возможностью увидеть другого человека как принципиально другого, и ещё иметь возможность при этом жить с ним. То есть это совсем другая красота. Есть красота, которая может быть красотой дружбы. То есть это очень разные вещи. И, судя по всему, они имеют разные основания. И что самое удивительное, что человек в одной персоне может сочетать разные виды деятельности, и разные способы относиться к другим людям, которые предполагают, что он красив как бы многообразно. А иногда основание красоты не вступает, как мне кажется, в противоречие, и это создаёт проблемы для самого человека. Так, и о какой же из красот мы будем говорить сегодня? А вот не знаю. Вот когда мы говорим о девушках, которые стремятся, вот этот культу возраста, молодости в частности, и попытка быть, прежде всего, соответствовать определённому стандарту, этот стандарт ещё фигурирует, как правило, в социальных сетях, в Инстаграме, например. Всё-таки, мне кажется, в большинстве случаев речь идёт о сексуальной красоте. То есть почему вот нечто мужчиной или женщиной, неважно, о каком поле речь идёт, как об объекте, переживается как сексуальное, красивое, притягательное, то, что влечёт. Привлекательное. Привлекательное, атрактивное. Да, кстати, насчёт Инстаграма, мне кажется, здесь зарождается вот этот источник стандартизации, паноптикум, да, где все смотрят на всех, и когда ты просматриваешь это всё, видишь такой своеобразный зеркальный коридор, когда все смотрят на всех, видят красивых, вокруг всех одинаковых, и хотят быть такими же одинаковыми и красивыми, чтобы смотрели, в свою очередь, на них, не только они, но и на них. То есть это тотальная просматриваемость в каком-то помещении, где все стены покрыты зеркальной поверхностью. Знаешь, и все, получается, отражают друг друга и становятся похожими друг на друга. И ты очень хочешь тоже быть похожим на остальных. Вот, это с одной стороны. С другой стороны... Ну, это очень, кстати, интересная вещь, потому что, ну, то, что ты о чём-то сказал, это, безусловно, очень интересно, но тут ещё есть один важный момент, как мне кажется, что само пространство социальной сети, такое как Инстаграм, оно определённо может самустроен. Ну, мы знаем, да, что есть там, как минимум, я не очень большой знаток, но, тем не менее, я могу об этом говорить, что в самом Инстаграме есть два способа презентации картинок, да, фотографий. То есть есть, я не знаю, как правильно сказать, плиточкой, да, то есть когда фотографии расположены одна рядышком с другой и сразу на экране, да. Причём экран-то может быть довольно большой, это может быть, там, планшет 10-дюймовый, например, да, или может быть телефон, там, сейчас классический. Ну, как правило, небольшой. Да, и есть... Есть вариант презентации фотографий, когда эти фотографии сменяются одной и другой, и причём эта сменяемость, она не как бы линейная, нет, она линейная, конечно, безусловно, но она как бы с прерывами. То есть есть определённые линии, которые им преграждают... На лайки и комментарии. Да, более того, да. То есть есть определённые границы, есть линии границ этих фотографий, да. То есть это, в принципе, это такая не совсем открытость полная. То есть всё равно есть определённые границы, да. То есть есть такие, можно сказать, ниши, да, или, можно сказать, какая определённая расчерчиваемость тела Инстаграма, да. И вот что интересно, ну, как мне кажется, я могу судить только о себе, да, то есть когда речь идёт о фотографиях, там, там, мужских или женских, сексуальных, да, то эта сексуальность, она переживается, конечно, сильнее вот в таком способе представления фотографий, когда вот есть идёт о расчерчивании, то есть, ну, втором, когда листаешь просто фотки. Почему? Когда речь идёт о плиточке, то есть вот эта вот открытость, когда всё присутствует сразу и вот, то есть вот эта неприкрытая какая-то ногота, что ли, да. Например. То есть это не то, что составляет как раз этот феномен вглядывания, что ли, подглядывания, не знаю. Вот. И это очень интересно. Вот мне сразу вспоминается Барт. А, ты имеешь в виду, что вот ты как бы листаешь ленту в Инстаграме, и ты вот посмотрел в этом, а что там дальше, а что там ещё, и ты как бы потихонечку, как у... У кого это стриптиз? Бадрияра? Так вот, я же говорю, Барда. Барда вспомнил. Барда? Барда сказал. Барда вспомнил. Да-да. Стриптиз как раз как некое прикрывание ноготы, то есть то, что порождает желание. То есть определённое... Ну, не прикрывание, постепенное открывание, да, очень медленное. Ну, да, открыть можно только то, что предкрыт. По кусочкам, по полосочкам. Ну, да, и сам феномен стриптиза, он как бы имеет границу, то есть это ногота. И поэтому тут тоже очень интересный момент, что как раз вот это вот, о чём ты их сказала, безусловно, это имеет место быть, полное проглядывание, да, на самом деле имеет форму даже в Инстаграме не проглядывание, а подглядывание. То есть всегда есть нечто, что преграждает путь взгляду. Это то, что нужно приоткрыть. И это тоже интересный феномен, потому что, судя по всему, само желание, аксуальное в частности, мужское, женское, неважно, всё равно каким-то образом связано с вот этим вот феноменом прикрытости и открытости, да. То, что максимально ногое, оно скорее вызывает нежелание, а стыд. Ты как-то ушёл в тему сексуальности. Ну а что? И мне кажется, как раз девушки, которые стремятся вот походить на вот этот стандарт Инстаграма, предследуют цель быть сексуальными. Разве не так? Вот давай об этом поговорим. А это вообще для чего? Вот тут женщина тебе вини. Это для сексуальности или нет? Это, знаешь, я не назвала бы это сексуальностью, это привлекательность. Ну а что такое влечь? Да, а здесь заключается вот это привлекать, влечь. Но всё-таки это не сексуальность, это досексуальность. Это такое культурное пространство вокруг тела. Сексуальность всё-таки связана больше уже непосредственно с телом, а здесь ты выстраиваешь вокруг своего тела максимальные какие-то рамочки с вензелями, которые будут привлекать, заманивать. Почему сексуальность — это то, что связано непосредственно с телом? У меня как раз на другое представление, что это то, что связано с феноменом, ну давай назовем его телесность. То есть это не просто физическое тело, а это тело, которое имеет ещё и не телесные элементы, одежду-то, например. Мы просто говорили изначально о лице, хотя в Инстаграме очень часто лицо, оно продолжается в теле, потому что девушка фотографирует себя, она обязательно пытается вставить фотографию не лицо, не только лицо, но и грудь или всё, всю себя, силуэт определённый под нужным углом, под нужным ракурсом сфотографировать какую-то часть себя так, чтобы это смотрелось максимально целостно, но при этом можно было глазами переходить от двух центральных, наиболее притягательных точек, условно говоря, губы и какая-нибудь там ложбинка на груди. Ты знаешь, смешно, получается, что такие действительно сознательные ограничения собственного тела, то есть для того, чтобы представить какую-то важную, привлекательную часть, прям как на прилавке. Вот тут у нас грудинка, а тут у нас вырезка. Ой, вот как интересно. Грудинка. Вырезка — это губы, а грудинка? Ну не, я не знаю, но я как-то просто мне в голову пришло. Ну давай вернёмся к лицу. Мне просто прикольно, что и то, и то полоски. Ложбинка на груди — это полоска, только вертикальная, а губы — это полоска, только горизонтальная. То есть это крест, глубоко христианский сил. Да, и крест — это стрип, стриптиз. А, в этом плане. Ладно, ну в общем, вообще страйп же, да? Ну страйп, да, именно. Я хотела, да, ещё про Инстаграм сказать, что мне понравилась твоя идея про плиточки и ленту, и что касается ленты, то это напоминает же очень киноленту. Наверное, вообще по аналогии с кинолентой и назвали в соцсетях, в фейсбуке вот эту бесконечно прокручивающуюся ленту событий, да? И кинолента — это раскадровка, да? То есть один кадр за другим, и точно так же кадры прерываются. То есть каждый кадр отделен, но за счёт проигрывания, прокручивания ленты очень скоростного, кадры сливаются в единое движение, динамику на экране. Но тем не менее каждый из них отделен. То есть, знаешь, когда кино началось, все начали очень активно писать о том, что это конец искусства или вообще что-то совершенно новое, и знаменитая работа Беньямина о том, что кино представляет нам абсолютно новые условия фактического созерцания и восприятия искусства, потому что он говорил о том, что вот когда мы подходим к картине, она перед нами пристаёт таким сакральным объектом, и мы как бы подходим к её ауре. У неё есть аура у этой картины. Она настолько оригинальна, уникальна, самодостаточна, что мы к ней обращаемся в созерцании, и эту ауру, к ней соприкасаемся. И кино, эта аура полностью теряется за счёт ленты, за счёт фиктивности того, что мы видим. То есть в театре актёр нам даёт свою энергетику, когда он выступает. В музее картина даёт нам свою энергетику, потому что мы подходим к ней, как зритель созерцаем. А здесь, получается, кино на нас светит своей эффективностью, и мы не чувствуем эту энергетику, мы как-то совершенно вот в этой машинной, через призму машины, да, через призму камеры энергетика теряется, и мы созерцаем что-то фиктивное. Но, конечно, соцсети, если продолжать логику Беньямина, то это очень фиктивная красота. И вот этот элемент киноленты, он дополняет эту фиктивность. А почему это фиктивная красота? Потому что это как то, что сродни кино? То есть это то, что является просто видимостью, то, что светит, но не является, да? То, что светит, но не является. О, да, очень красиво ты сказал. Shine, но не shine. Да. Это свет страз, но не бриллианта. Это я сейчас помню песню. Shine like a diamond. Да, я думал о Pink Floyd. Ну, ладно. Нет, Риана, извини. Вот. Мне кажется, очень хорошая мысль у тебя прозвучала, что вот эта красота, она, безусловно, фактичная, случайная, но мы не можем добраться до сущности сквозь эту красоту. Потому что, как ни крути, а фотография — это всё-таки феномен статичный. Мы, к сожалению, не можем постигать этого человека в движении, да? А мне кажется, что условия восприятия красоты — это, прежде всего, переживание человека в кинестетическом единстве его жизни. Ну, то есть в движении, чувствовании движения. Вот, там фиктивность, что мы, прокручивая ленту Инстаграма или там любой другой соцсети, мы, у нас есть ощущение движения, да, что мы человека созерцаем, постигаем эту красоту человеческую или красоту, я не знаю, быта, природы. Люди же фотографируют не только себя, но и свой завтрак, и свою квартиру, и свою компанию, и в своё кафе. Да, так можно было делать? Да. Ясно. Вот. И нам кажется, что мы это, да, эту динамику естественную красоты постигаем, но на самом деле… Нет. Нет. Хотя, вообще… Ну, это, кстати, мне кажется, и основание того феномена, с которым я говорил, что я очень часто, когда прогуливаюсь с тобой, например, по каналу, да, и навстречу идут девочки вот после таких вот манипуляций со своим лицом, и это переживается довольно ужасно иногда. Именно потому, что эти новые линии, они абсолютно недвижимы. То есть я и не могу понять, нет морщин, я не вижу движения, не могу предугадать его. Где мои морщины? Нет, нет, я имею в виду лицо, вот модифицированное лицо, да, то есть это, как правило, лицо без морщин, это лицо, у которого отсутствует уникальность, именно как уникальность, которая приобретается в процессе жизни как движение. Что такое морщины? Это просто признаки движения, да, или знаки движения, или символы движения. То есть и схватывая человека в своем созерцании, как вот целостность, такую движимую, столько тогда я могу сказать о том, вот кто это, что это, да. А так для меня это просто маска. Ну вот, кстати, интересна логика нанесения макияжа в этом контексте. Макияж, он делится на два основных этапа, как мне кажется. Сначала ты, используя разные средства, кто на что гораздо, сначала ты пытаешься максимально затонировать свое лицо, сделать его однотонным, да, избавиться от всех, там, синяков под глазами, красных пятен, прыщей, я не знаю, родимых пятен, чего угодно, да. То есть максимально сделать его однотонным, ровным, холстом. Художники грунтуют холст, а потом уже на нем пишут. Вот здесь то же самое, тот же принцип. Ты сначала превращаешь свое лицо, которое изначально вроде было бы картиной. Ты его грунтуешь, загрунтовываешь, а потом на нем рисуешь новый силуэт, новые щеки себе рисуешь, новые скулы, новый лоб, новый нос, губы, естественно, подбородок и так далее. И тут как бы совершенству нет предела, сейчас уже косметика современная позволяет творить какие-то невероятные преображения, даже не прибегая к уколам. То есть ты сначала максимально стираешь игру природы, а потом ты возделываешь, рисуешь свою картину. Вот она и дает эту статичность. Ты, по сути, картину повесил, и все, она теперь висит на тебе, на твоем лице. И косметика, она же еще и фактически не дает проявить динамику. Там, когда у тебя помада на лице, ты не можешь как-то особо этими губами что-то там двигать, хохотать, смеяться, выражать всю палитру эмоций, потому что ты там будешь бояться, что что-то сотрется и так далее. Ты там не можешь себя опереться на локоть, на кулак. На локоть. На локоть. Как интересно. Не можешь встать в мостик, березку, не знаю. В общем, ты скован в своих движениях, скован. И вот как раз эта статичность, она дает красоту. Знаешь, статичность и грациозность, как медленность, это разные вещи. Мне вот кажется, что все-таки, когда речь идет о определенном сковывании движения, то есть это все-таки то, что присуще у Аристотеля, человеку великолепному, тот, который говорит медленно, низко и движется грациозно, то есть медленно. А когда речь идет о определенном уже хирургическом вмешательстве, то есть в определенных операциях, трансформации лица, тут уже проблема, особенно в первые дни после этой процедуры, о граничном сковывании движения. То есть это просто уже невозможность движения. И это именно то, что прекращает возможность письма уникальности, рисования уникальности, то, о чем ты говорила. Я хотела еще сказать о том, что статичная красота — это традиционное ее понимание. Вот если к античности прибегнуть, там же красота выражается в порядке, в космосе, когда первичный хаос был наконец-то упорядочен и гармонизирован. И созерцая эту гармонию в небесных тел, и потом ее воспроизводя в гармонии музыкальной, и потом воспроизводя ее в гармонии в скульптуре, в соотношении пропорциональности частей. Греки созерцали и воспроизводили прекрасное. В идеале оно еще должно сочетаться с добрым. Ну да, только особенность одна — человеку у них не было. То есть вообще такое более-менее современное представление человека появляется в конце 16 века, в 80-х годах. Хомантен. Как мне кажется, что как раз специфическое современное переживание красоты — это все-таки переживание уникальности. Тогда как вот эти практики, о которых мы говорим, это такой специфический вариант практически научного редукционизма, то есть сведения многообразия и уникальности к чему-то принципиально однообразным, одинаковым. То есть эти лица, мужские и женские, они одинаковы. Тогда непонятно, на каком основании мы вообще прибегаем к преференции. Почему одно лицо лучше, чем другое для нас, когда мы осуществляем выбор. Ну вот сейчас как раз, мне кажется, параллельно существуют эти две тенденции, одновременно и стандартизации красоты человеческой и диверсификации. Принцип, который мне очень нравится, он, кстати, возник в позднем средневековье, был артикулирован, прекрасное в разнообразии, исходя из того, что Бог проявляется божественное в разнообразии мирского, в разнообразии сотворённых ним существ, всех этих божьих тварей. Когда мы созерцаем это разнообразие, мы утверждаемся в величии Бога. И как раз сегодня мы можем наблюдать эту идею в том, что сила в разнообразии, сегодня цивилизация, западная цивилизация доходит к этой идее, что разнообразие — это круто, это хорошо и, немаловажно, это красиво. Красота не в стандарте, красота в отсутствии этих стандартов или, во всяком случае, пограничности стандартов, да, что два стандарта могут быть где-то вместе, хотя и при этом они перестают уже быть стандартами. То есть круто быть не таким, как все, круто быть особенным, оригинальным, с торчащим ухом или с любым цветом кожи, с любыми родимыми пятнами теми же самыми. То есть это то, что заставляет других тебя идентифицировать и думать, о, это ты, вот ты такой. Вот эта идея, тенденция постепенно продвигается. Не знаю, мне кажется, это на идеологию очень похоже. То есть, знаешь, когда мы говорим, что то, о чем ты сказала, да, что определенные особенности, телесные особенности человека — это красиво, я не могу найти оснований, которые позволяют нам свести явление красоты к определенным телесным характеристикам, сочетаниям линий геометрическим и так далее. То есть мне все-таки кажется, что как раз особенность человеческого опыта, которая позволяет нам видеть людей, грубо говоря, любого человека, потому что любой человек, он ужасен по-своему, да, все мы прекрасно одинаково, ужасны по-своему, и позволяет нам ужасных людей видеть красивыми. И именно то, что позволяет нам иметь такой опыт, указывает на то, что мы не можем свести содержание этого опыта к определенным геометрическим особенностям тела человека иначе. Мы бы, в принципе, не могли бы остановиться на одном человеке, например, если мы говорим о совместной жизни, любви в семье. Мне кажется, что… Вот это хороший вопрос. Вот, кстати, а можем ли мы говорить о том, что красота может быть сведена к особенностям тела, да? К контрапометрическим данным. Да-да-да. Вот здесь уже каким-то фашизмом попахивает, нацизмом. Ну а когда мы… Евгеникой какой-то. Ну а разве вот когда мы утверждаем, что там наличие каких-то телесных особенностей, которые бросаются в глаза, это красиво, да? Это разве не обратная сторона такого же подхода? Это редакционизм. Тебе красиво — это вот такие вот вещи, а вот это некрасиво. Ну вот я как раз хотела подвести к тому, что… А как это нам бросается в глаза? При условиях как раз неповторимого человека, когда ты его в опыте схватываешь, в его движении, не знаю, в его говорении, в его речи, в телесность, она… Ну ты говоришь о том, что нельзя красоту… Нельзя её сводить к определенной… Сводить к телесному. К геометрии тела, да. Да. Но когда мы в опыте постигаем человека как прекрасного, привлекательного даже пусть так, то мы не можем только о теле говорить. Так да, вот я об этом и хотел сказать, что как только человек говорит, что… Ну вот ты привела такие достаточно расхожие представления о том, что является красивым в современном обществе, европейском в том числе и… Ну западном в целом, да? Вот ты говорил о том, что сейчас западный мир приходит к мысли о том, что там лопоухость — это красиво, да? Ну тоже красиво, мол, вот так. Но мне кажется, что как раз как только человек начинает говорить о лопоухости или о веснушках или ещё о чём-нибудь, да, там о диастеме, кривых зубах, неважно. Вот как только он начинает об этом говорить, он принципиально утрачивает красоту. Потому что говорить о таких вещах можно только тогда, когда ты на них смотришь. Когда ты смотришь на человека красивого, ты не видишь этих вещей, ты не видишь какие у него уши, не видишь какие у него там ноги длинные, короткие, не знаю. И именно это, мне кажется, позволяет нам говорить о том, что не существует возможности свести явление, переживание красоты, да, ну просто явление красоты к определённой геометрии тела. Человек, переживая другого человека как красивого, безусловно, переживает его, во-первых, в движении всегда, то есть это кинестетическое переживание, да, то есть движение и чувство одновременно. И это переживание, которое можно описать таким образом, что человек способен переживать в уникальном персонаже, в уникальном другом человеке, да, на которого он смотрит, переживать всё человечество сразу. Таким, каким бы он хотел, чтобы оно было. То есть как совершенное существование или совершенное бытие. Именно это постигается как красота. И она, безусловно, немного отличается от той красоты, которую я там пытался говорить вначале, то есть о красоте сексуальной. Ну согласись, чтобы так постигать красоту, нужно к этому быть готовым. Потому что очень многие люди, они же накладывают вот эти стандарты на человека, которого они видят, встречают в своей жизни, да. Вот идёт девушка, и ты знаешь, что красиво, это высокая блондинка с полными губами. А тут приходит полная блондинка с узкими, с тонкими губами. И ты изначально уже не готов воспринимать её как красивую, потому что у тебя есть этот стандарт, ты его на всё накладываешь вокруг себя, и всё, что выходит за эти рамки, ты уже не воспринимаешь, ты отторгаешь. Многие, мне кажется, так мыслят, нет? Ну, я не думаю, что в нашем мышлении есть сознательное рассуждение на тему того, кто зашёл к нам в комнату. Каноничное понимание красоты, очень многим оно присуще, такое, знаешь, домодерное. Ну знаешь, есть необходимая и достаточная причина у любого явления, да. То есть безусловно, когда человек заходит с проблемами со здоровьем в комнату, со здоровьем, да, то есть тут могут быть совершенно очевидные, естественные переграды в коммуникации. Но я скорее говорю о тех моментах, которые очень сильно удручают огромное количество людей. Действительно же, вот есть достаточно большая группа людей, которая в принципе знакома с телом другого человека исключительно в сети. То есть вот те, кто родился там в 2005, а в 2005, если не надеюсь, сколько им сейчас, 13? Ну да, 13-14 лет люди смотрят на другого человека в сети, там вот девушки и парня, да. То есть о чём идёт речь? Что они сталкиваются с телами, которые исправлены, которые ретушированы. То есть а в жизни таких тел нет. Вообще не представляю, какой может быть шок у молодого парня, который встречается с настоящим женским телом. Я как-то смотрела по телевизору передачу, там в школу пришли исследовательницы, и они показывали фотографии женской груди подросткам. Это уже какие-то старшие классы, ну не самые, там где-то лет по 15 было мальчикам и девочкам. Им показывали женскую, вот сфотографированную женскую грудь без лица, вот включить по талию где-то, голую грудь. И это были очень разные груди, ну женщины разного цвета кожи, разной конституции. Большинство из них было совершенно не, ну скажем, не пор на грудь. То есть это были и рожавшие женщины, и неважно. Но в целом там они были немножко разного размера, да, с разными сосками, с разными степенью обвис шести и так далее. И эти подростки, особенно мальчики, они, ну и девочки, кстати, тоже, они совершенно были в шоке. Они не верили в то, что это вообще, что это такое. А им объясняли исследовательцы то, что вообще-то это нормальная женская грудь, что вот 95% женщин, вот они очень разные, они такие бывают, всех возможных форм, силуэтов, размеров и так далее. И они были в совершенном шоке, но они постепенно, подростки начинали принимать это, принимать вот это естественное несовершенное разнообразие человеческого тела и его эстетическую привлекательность в том числе. Просто вот мне кажется, что наше понимание красоты, оно очень динамично, оно связано с широтой взгляда, широтой постижения мира как такового. Вот чем больше ты видишь в своей жизни, тем больше красивого ты видишь в своей жизни. Вот как-то так. Мир он многообразен, да, и очень часто ужасен, то есть нет идеальных форм, которые мы можем созерцать в искусстве там, да, то есть или в современных медиа. И что человек такое интересное существо, которое может совладать с этим. Человек такое существо, которое может с этим совладать. И основанием вот этой возможности является способность переживать в другом человеке безотносительно как он выглядит геометрически, переживать всё человечество в его проекте, да, таким образом, каким оно должно быть якобы, да. Ну понятно, что это всегда выбор каждого конкретного человека, группы людей. Хотя вот мне кажется, что не стоит понимать, ну, такое представление о переживании красоте, как один из видов выражения дуализма души и тела. Я всё-таки считаю, что, конечно, такого развлечения делать не стоит, и душа, она тоже телесна. И вот в чём проблема, что вот манипуляция определённой трансформации тела, она как раз ограничивает принципиально сущность тела как души. Быть живым, двигаться прежде всего, да, и вот это вот замедление, остановление, остановка тела, которая движется тебе навстречу, например, когда мы прогуливаемся, да, вот это пугает очень сильно. И я как вот мужчина могу сказать, что, ну, я говорю о своём личном мнении, мне это не нравится. Когда, условно говоря, женщина делает себя статичной, чтобы ей можно было любоваться вот по-другому совсем. Ну, да, да. То есть и это, конечно же, связано с огромнейшим страхом перед старостью, да, страхом стареть. А старение это как раз и есть в утверждении уникальности каждого тела как души или души как тела. Да, вот есть же такое выражение «красиво стареть». Можно поменять слова, и будет просто «стареть красиво». Ну, вообще, что старость, она может быть красивой, что морщины на лице, это может быть красиво, что потускшие, как вот говорят, старости тускнеют глаза. А может быть, потускневшие глаза — это тоже красиво. Да мне вообще кажется, что это форма существования красоты старения. Потому что старение — это как раз и есть выражение вот этого уникального движения каждого конкретного тела. Это просто красота без привлекательности. Что значит без привлекательности? Ну, потому что... Вот почему существует культ молодости? Потому что молодость, она даже на биологическом уровне это привлекательно. Потому что привлекательность — это зрелость организма, когда он в расцвете своём, когда он на пике своего функционирования. Это же каким-то образом биологическая подложка того, что мы воспринимаем как красивое. упругость, подтянутость, гладкость, геометричность определённая, как бы это жестоко не звучало. Но всё равно это привлекает взгляд. Тебе хочется бесконечно по этой глади скользить взглядом. Знаешь, я, может, сейчас скажу какую-то провокационную вещь. Давай. Но мне кажется, что как раз молодое тело — это тело, которое максимально скрывает различия. Потому что жизненно всё-таки отвратительно тем, что она несёт в себе различия. Ты какой-то постмодернист. То есть это трещины, всякие там жидкости и так далее и тому подобное. Всё то, что очень сложно увидеть в молодом теле. Поэтому вот это вот стремление аксуального насыщения, такое подростковое, юношеское, мне кажется, всё-таки это такая боязнь жизни. Потому что настоящая жизнь — это как раз жизнь стареющая. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Но с другой стороны, что существуют определённые, наверное, основания и красоты, которые, ты говоришь, как о красоте привлекательной. Да, это тоже вопрос, что... Но ты сама говорила о том, что очень часто трансформации лица, они приводят к тому, что лица превращаются как бы в порно-лица. Ну, порно-лица — это означает, чтобы тебя было... Почему порно-актрисы себе всё увеличивают до каких-то крайних размеров? Губы, грудь, всё что угодно. Чтобы их было видно хорошо? Ну, я думаю, это ещё законы самого жанра. То есть они всё-таки работают на камеру, и вот эта работа на камеру, знаешь, как в театре, работа на сцене предполагает определённую широту движений, которая уже не приветствуется в кинематографе, да? Так и, наверное, в порно, как такой крупномасштабной механике секса, да? Предполагаются определённые размеры, геометрия тела. И переносить эту геометрию из порно... Гипертрофированная. Ну да, из порно мира в мир обычный. Ну это происходит. Это просто неуместно, мне кажется. Поэтому это тоже выглядит не очень. Мы как-то поговорили с тобой в таком глобальном контексте национальные стандарты красоты украинской не зацепили. Ну не знаю, мне сложно об этом говорить. Вообще есть ли национальная украинская красота? Знаешь же, есть этот миф, что украинские женщины самые красивые женщины в мире, точнее украинские девушки, молодые женщины. Потому что потом с ними что-то происходит. Ну так часто говорят. Боже, я на какой-то мизогинной ноте заканчиваю этот подкаст. Ну, ты знаешь, мне кажется, что у нас огромные проблемы с существованием традиции, представление о том, какой должна быть жизнь и как её следует проживать. И в связи с этим у нас проблемы с выражением этой традиции в людях, в делах людей. Поэтому мне как-то не приходится говорить о существовании какого-то образа красоты украинской. То есть скорее это речь идет о какой-то мифологии красоты украинской, которая существует исключительно на книжных листах. А ты знаешь, я вот сейчас подумала, попытаюсь ответить на свой собственный вопрос, что вот почему так считается такой прекрасной украинская девушка, украинка в международном контексте. Ну, есть такой стереотип. Ты уверена, что вообще люди способны отличить просто девушку-славянку, да? Я как раз хотела сказать, что способны за счет той самой естественной динамики, которая присуща украинской девушке. Может быть, славянской девушке, не знаю, восточнославянской. Что ты имеешь в виду? Во-первых, это естественная красота. Все-таки это какая-то удивительная естественная красочность лица. Очень яркие глаза. То есть случайность просто такая. Очень яркие, подчеркнутые ресницами, бровями. Яркие черты лица, те же самые губы. Я не стандартизирую украинскую красоту. То есть яркость, которая не сковывает. Да, в её разнообразии всевозможные. То есть украинские девушки очень разные. Но эта яркость, она продолжается в динамике, в эмоциях, в мимике, в движениях. Вот что-то есть в этом, мне кажется, особенное. Такой какой-то слой. Да, да, ты знаешь, соглашусь с нами. Не схожий с западноевропейским поведением. Хотя, не знаю, может быть, я пытаюсь какой-то стереотип вывести. И пытаюсь его оправдать. Есть этот стереотип, что вот украинские девушки, они такие. А там, не знаю, уже польские девушки, они другие. Или какие-нибудь румынские девушки, они вообще третьи. Возможно, так и есть. Возможно, есть какой-то национальный культурный код, который воспроизводится именно в динамике этой. Динамике, которая на уровне телесности выражается. Мне кажется, что что-то в этом есть. Я вот даже частенько захожу в метро, смотрю вокруг на людей, и я вижу, сразу стоит 3-4 очень красивых девушки. И даже молодые люди, кстати, сейчас очень красивые. Не знаю, почему, но вот именно очень красивые вообще, в принципе, молодые люди. Мне это нравится. Мне нравится смотреть на людей, и мне нравится, что когда на них смотрю, это красиво. Мне кажется, что чем человек естественнее, тем это прекрасно. Но только нужно оккультуривать свою естественность. Красота — это все-таки... Ну, давай, я попробую дать определение, как я себе представляю то, чем является красота. Красота — это определенное совершенное существование чего-либо. И в зависимости от того, в какие мы ситуации попадаем, и с чем мы работаем, ну, с чем мы сталкиваемся в этих ситуациях, в зависимости от того, какие у нас практики, есть разные правила, есть разные условия формирования отношения к этим предметам, как к совершенному предмету. Иногда надо быть естественным, и это красиво. Иногда надо быть максимально неестественным, и это очень красиво. Иногда надо быть миниатюрным, и это красиво. Иногда надо быть гигантским, и это красиво. Поэтому, мне кажется, это такая вещь, которая требует очень тщательного размышления на тему того, где мы вообще есть, и что с нами происходит. Потому что, конечно же, навязывать свои представления о том, что такое красиво, вместе с тем навязывая собственное пространство жизни тем людям, с которыми мы общаемся, это, безусловно, глупость большая, бесполезная затея, ничего не получится. Я думаю, что всё равно очень важно в своей жизни искать красивое. Искать красивое вокруг себя, в окружающей среде, в Довкилле. Очень важно не забывать об этом, потому что часто люди, они ищут только самое отвратительное и безобразное и зацикливаются на нём. А нужно всё равно искать это красивое, пытаться взглядом схватить что-то, что приятно этому взгляду. Спасибо. Пока. Пока-пока. Вот так внезапно мы закончили разговор о прекрасном. Если вам интересно предложение подобных тем, то, пожалуйста, дайте нам знать. Пишите на nge.podcast.sobaka.gmail.com или в комментариях к постам на наших соцсетях. Кстати, у нас есть в соцсети страничка Facebook, Instagram. И по традиции вы можете послушать наши подкасты на SoundCloud, в iTunes, в приложениях подкастов для Android. И, конечно, на нашем сайте партнёрском рубрика.com в разделе медиатека или спецпроект. О них есть YouTube-канал рубрика Channel, где все наши выпуски выложены в видеоформате. Спасибо. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...